Ну, я говорила о том, что мы будем продолжать беседу на еще более интересные темы. У нас такое продолжение технологического трека, и будем говорить про технологии, про визионерство, про уникальные разработки и про то, как из всего этого рождаются успешные компании, успешные проекты и успешные, не знаю, бизнес-проекты. И со мной в студии сегодня Алексей Андреев. Привет! Управляющий директор компании Positive Technologies, собственно, отвечающий у нас за разработку целого стека ключевых технологий. Поэтому мы с тобой и будем разговаривать про технологии. Расскажи, пожалуйста, что вообще, что, чем крутит? Какой хвост, какой собакой? Технологии, стратегиями или стратегии технологий? Ты знаешь, мы же говорим про позитив. И позитив всегда был особенной компанией. С одной стороны, мы вендор, который разрабатывает продукты, делает бизнес, коммерчески успешная компания. С другой стороны, конечно же, все совсем не так просто. И для нас никогда история исключительно коммерческого успеха не была основной. Нельзя забывать про деньги, но надо помнить, зачем мы собрались. И во многом позитив — это группа людей, это такой коллективный разум, который собрался ради больших свершений в области технологий, в области продуктов, экспертизы, всего того, вокруг чего сегодня создаются наши продукты и услуги. И, конечно, коммерческий успех — это, скорее, результат того, какие продукты мы создаем, какие технологии вложатся в основу и какой экспертизы мы в итоге обладаем. За эти 20 лет, как компания существует... Я вспоминаю, точно 20 лет. Да, 20 лет. Много воды утекло, конечно, и мы очень четко самоидентифицировали себя с тем, каким вендором мы хотим быть. Мы технологический вендор в первую очередь. Мы умеем создавать продукты, мы умеем создавать технологии, высокоэффективные технологии, не побоюсь сказать хай-тек, и использовать эти технологии в своих продуктах и не только. Это история про движение в сторону комьюнити, опен-сорс. Поделись большим количеством подробностей, если можно приоткрою завесу, куда, собственно, идет ваша технологическая мысль стратегически в ближайшие, не знаю, несколько лет. В какой промежуток времени вообще можно считать нормальным для того, чтобы обсуждать технологическую стратегию? Это же не год, это, наверное, 3-5. Ты знаешь, это очень хороший вопрос. Я думаю, здесь надо разделить на несколько историй ответ. Конечно, в первую очередь, это история про понимание потребности завтрашнего дня. Понимание нашего отношения к этой потребности. Мы очень внимательно смотрим на рынок, с одной стороны, но с другой стороны, у нас есть голос сердца. Как вы это сводите? Да. И он на нас, он давлеет. В том смысле, что мы всегда внимательно изучаем ландшафт кибербезопасности, решения, которые возникают, технологии, которые появляются в области IT. Все-таки кибербезопасность – неотъемлемая часть прогресса IT-технологий. И вот этот вот контакт нашего самоощущения и понимания, куда движется IT-ландшафт, куда движется прогресс технологический, а с другой стороны, очень хороший контакт с рынком при правильном балансе и превращаются в наше введение продуктовое. Какие продукты мы должны выпустить, как модернизировать существующее, какие новые классы решений разработать. И это такая постоянная работа. Где-то на стыке проблем сегодняшнего дня, ожиданий завтрашнего дня и глубокого визионерства на годы вперед. Если говорить на примерах, как это было в истории позитива, все-таки, наверное, через примеры хорошо объяснить. Например, вот есть у нас продукт, называется NAP – Network Attack Discovery. Это решение класса NTA. Сейчас это называется NDR. Если языком народных агентств называть этот класс решений. Когда мы приступили вообще к созданию этого продукта, такого класса решений вообще не было. были IDS, IPS, были форензик-инструменты, сетевой форензики. И все были довольны. С какой стати вы решили, что надо... Да, мы же понимали, что во всей этой истории, когда СИЕ мы уже проявили себя, Endpoint Security хорошо зарекомендовали себя, не хватало какого-то кусочка. Какого-то, который бы был тем самым дополнением важным, без которого нельзя обнаружить атакующего. Качественно обнаружить. Понять, куда он продвинулся, используя какие возможности продвинулся. И так, чтобы этому инструменту можно было 100% доверять. Это, конечно, сеть. Можно скрыть логи в сети с конечных узлов, с устройств. Можно атаковать Endpoint. Но никак нельзя обойти историю футпринта на сеть. Потому что все, что ты сделал в сети, остается в сети. И в этом смысле мы взяли в свое время open-source версию технологии опорной и прошли за 7 лет, с момента, как ее взяли, огромный путь. Для того, чтобы у нас в компании сформировалась школа сетевой экспертизы. Для того, чтобы наши технологии, наши продукты в итоге могли работать реально в латч-энтерпрайзах на десятках гигабит с теми задачами, которые мы считаем необходимыми решать на сети. А это очень глубокий разбор без потери пакетов. Это глубокая аналитика на потоке и возможность вести отложенную асинхронную аналитику. Такого класса решений не было. Но мы понимали, что без такого класса решений безопасность не будет полна. И вот в 2018 году, когда мы уже имели продукт, мировой рынок только заговорил про решение класса NTA. Это вот пример того, как мы подходили. Но мы вот вкладывались в это, в понимание, как такой продукт должен выглядеть, чем он должен обладать. Я думаю, что сетевая аналитика является неотъемлемой частью как технологических возможностей продукта, которые должны быть в основе, так и экспертной возможности, то есть знания экспертные. И мы эту школу растили. И технологически инженерную, чтобы работать с такими скоростями, и экспертную. И сегодня, не побоюсь сказать, наверное, мы одни из немногих глобально, кто владеет такими технологиями и знаниями, как ввести глубокий разбор трафика, в то же время выявлять атакующих в трафике. А это на стыке всегда самая сложная история. Как соединить инженерную мысль технологическую с экспертной задачей. Вот. Это вот тот пример, когда мы шли своей дорогой, веря искренне. На самом деле, мне очень хочется тебя сейчас спросить, а что сейчас у вас внутри варится? Но я не понимаю, можно или это супер-сикрет? Конечно. Есть вещи, которые объективно мы уже активно несем в массы. Это трансформация сознания в то, что кибербезопасность должна быть результативной. От нее надо хотеть гарантий. Это прям надломляет всю парадигму, которая сформировалась в умах, что есть вероятности, есть злоумышленники, инвестиции, которые несет защищающийся или атакующий, в зависимости от этого, выгодно или невыгодно ломать. Когда надо, ломают. И ломают достаточно хорошо. Вот. Конечно, для нас понимание того, что кибербезопасность должна быть другой, а именно результативной, и технологии, что важно, должны дойти продукты до того уровня, чтобы дать эту результативность. Они к нам пришли не за один год. Мы провели тысячи пентестов, расследований, участвовали в разных пилотах, внедрениях, мониторинге. У нас сформировалось понимание, какими технологиями должен обладать центр безопасности, и как решить проблему отсутствия квалифицированных специалистов в том количестве, в котором они нужны даже в периметре РФ. Я не говорю уже о том, что это проблема глобальна, в международном плане. Но мне кажется, что в данном случае, если когда ты говорил про НАТО, ты говорил про кирпичик такой очень технологический. Мы понимаем сети, понимаем, что нужно сделать, чтобы там кого-то поймать. А сейчас ты говоришь про нечто более верхнеуровневое, когда у тебя технологии начинают решать более какие-то глобальные задачи, чуть ли не культурного масштаба. Сейчас мы решим проблему с нехваткой кадров. Это немного другой уровень. Знаешь, это правда. Но чтобы говорить о безопасности так, как мы сегодня себе позволяем говорить, считаем правильным, надо пройти тот путь, который мы прошли. Нельзя заниматься квантовой механикой, не познав ньютоновскую. Ну, просто нельзя. И классическую. И здесь очень важно пройти некоторый путь зрелости и понимания того, как и какого рода проблемы на самом деле надо решать. Да, в контексте надо, нишевая проблема. Мы ее решили, научились на сети работать, построили экспертизу и вдруг поняли. Это возможно. На трафике правда можно видеть. По нашей аналитике от 60 до 70 процентов атак оставляют следы в сети, хорошо обнаруживаемые. Вопрос теперь в том... В общем, видеть не какие-то пакеты, а конкретные атаки. Да. Конкретных, простите. Действия злоумышленников. Да, конкретных злоумышленников. Вопрос второй. Мы-то обладаем этой экспертизой. И она очень глубокая и сложная. Ну, и можно масштабировать. И вот мы понимаем, что мало... Это масштабировать можно с двух сторон. Строить школу дорого-долго. Это надо делать. Но все равно этот путь, наверное, с ассимпатической исходимостью. То есть мы будем приближаться все время к какой-то точке, которая недостижима. Которая от нас удаляется. А история про метапродукты и парадигмы B2.0, как мы называем результативную безопасность, это как раз история, которая предначертана адресовать проблему отсутствия в должном количестве специалистов на стороне заказчика. То есть надо уйти от систем автоматизированных к системам автоматическим, в которых те самые знания, которые есть, правильно могут работать с минимальной адаптацией, конфигурацией на площадке заказчика. Путь непростой. Где-то, может быть, выглядит утопичным, фантастическим. Но шаг за шагом мы идем к этой цели. Мы активно пилотируемся, активно пробируем наработки. И я очень верю, что нам будет что показать и демонстрировать в реальности в ближайшее время. Ты когда говорил про НАТ, про то, как сделали продукт, предвосхитивший желание рынка. Ну, как бы сначала появился продукт, потом рынок осознал, что, боже, нам это надо, у нас есть такая проблема. Я вспомнила еще про Аф и его попадание в гарднеровский список визионеров. В моей картине мира эти две истории немного похожи, они такие одного уровня. То есть в одном случае нас признали наши идеи аналитики, в другом случае наши идеи признали рынок. Ну, то есть как бы уровень один, уровень второй. Вот когда ты говоришь про уровень нынешней абстракции, можно ли это вообще назвать визионерством? Может ли кто-то навесить шильдик, как тот же самый Гартнер, на эту историю? Вообще это важно или нет? Потому что мне кажется, что это, опять же, другой порядок проблематики. Ты знаешь, это тоже, наверное, вот... Нужны ли все вот эти признания визионерства для технологической компании? В какой-то момент это нужно, правда? Этот путь надо пройти. Пройти для самоощущения того, что... Наверное, для собственного эго. То, что мы, да, мы можем быть в позиции, когда мы попадаем в визионеры. Это значит, мы чувствуем рынок завтрашнего дня, и наши продукты содержат эти идеи. И технологии, их реализующие. Для нас это был важный этап, когда мы вот осознанно оплавились на попадание на ревью, попадание, оценку. И когда мы несколько лет подряд смогли повторить этот успех, в какой-то момент мы как-то, наверное, может быть, даже подостыли к этому, поняв, что окей, это понятно, мы можем это делать, мы можем повторять этот успех. Так, надо двигаться дальше. Да, без этого шага, я думаю, наши дальнейшие шаги в поиске себя, в поиске, в нашем визионерстве, да, они были бы невозможны. То есть эта история точно сыграла в плюс, в карму той дороги, да. Я побоюсь сказать, что вряд ли можно вот так резко скакнуть из состояния А, в состояние Б, где ты опережаешь все видения аналитических агентств, технологических гигантов, и приносишь что-то резко ломающее. Это бывает, да, такое бывает. Groundbreaking technologies, да? Это успешные истории? Конечно, да. И вот мы верим, что метапродукты могут быть такими историями. Когда-то мы осмелились такое сделать с тем же надом, когда мы прямо опередили. Не то, что попали в аналитику, не было такого даже класса решений, а мы попали в... В идею какую-то, которая витала. Да, да, на тот гребень волны, который опережал рынок. Он скорее вижен формировал. А вот с метапродуктами, я думаю, эта история еще дальше. В том смысле, что она намного по-другому вообще адресует кибербезопасность. Какое твое личное ощущение? Круто чувствовать себя человеком, который делает такие штуки? Не компанией, человеком. Лично Алексей. Это круто? Ты какой? Ну, если про себя, ну, мой весь путь инженерный, он начинался не в позитиве. Да, я помню. Я работал в большой интернациональной компании, где мы делали технологии, которые продавались по всему миру. Но НАТО, по-моему, случилось при тебе. Да, это уже совместно наша работа. Ребята имели наработки, но мы вместе искали то самое позиционирование и те самые акценты, которые должны были быть. Вот, для меня лично это, да, это безумно интересно. И мне кажется, для львиной доли позитива, если не для каждого первого, сегодня вот эта самоидентификация компании и себя в компании, как компании, которая всегда ищет свой путь, никогда не смотрит только на то, как сегодня устроен рынок, какие технологии нужны сегодня, а пытается все-таки синтезировать видение завтрашнего дня. Я думаю, для каждого первого сегодня это во многом тот смысл, почему он в позитиве. Почему мы одна команда и почему нам хочется дальше двигаться в этой конве. Ты, когда говоришь про визионерство, про технологии, про их будущее, про позитив, у тебя очень иногда такой, знаешь, философский образовательный такой какой-то посыл получается. И у меня тогда вопрос, скорее, наверное, даже про комьюнити, про комьюнити единомышленников. Один в поле, может быть, и воин, но хорошо, когда есть соратники. Что вы делаете с комьюнити? Помогает оно вам или не помогает? Идеи черпаете оттуда, не черпаете? Или, скорее, свои транслируете? Как работаете в этом направлении? Знаешь, я думаю, это история вообще работы с комьюнити и присутствия нас в комьюнити. Это история, с одной стороны, повторяющаяся, потому что был X-Spider, который очень полюбили в комьюнити. То есть он даже пиратился. Были скачивания пиратские, мы следили за этим, смотрели, кто скачивает, зачем, для чего, как используют, если они даже были не нашими заказчиками, естественно. Вот. И как-то пытались понять, как нам из этого что-то следующее сделать. То сегодня, как будто история начинает, мне кажется, повторяться только совершенно иным осознанием. В каком смысле? Мы были достаточно и достаточно есть активны в выкладывании своих наработок в опенсорс. И даже есть буквально в начале этого года одна из известных криптоплатформ для своих разработок, новой версии платформы, использовала одну из наших технологий, которые мы опенсорсили. Этериум, по-моему. Этериум, да. Я не знаю, так ли сейчас, но я точно знаю, что они делали выбор в пользу той технологии, которую мы выкладывали. Мы в нее вкладывались годы. Это высокоскоростные структурированные таблицы. Не буду дальше в детали впадать. Это был пример того, знаешь, наверное, подтверждения, что наши технологии могут применяться самыми передовыми международными компаниями, которые у всех на слуху. И мы как-то хотим, наверное, сделать это более осознанно. Все-таки мы присутствовали в опенсорсе и присутствуем во многом хаотично в каком-то смысле. С другой стороны, мы сейчас прям меняем этот фокус. Кажется, что кто, если не мы, сегодня можем поделиться большим списком технологий, которые инхаус разрабатывались, и на котором потратили бесконечные десятилетия человеческого труда инженерного. Почему бы не поделиться этим? Тебе не кажется, что это разбазаривание? Вторая мысль. Почему, да? Наработанного. Более того, я заспойлю, у нас в 19 часов будет еще секция, где ребята расскажут про конкретный факт того, что мы сегодня выложили в open source наш продукт, нашу технологию, правильнее сказать, которая во многом впитывает наши наработки, которые мы используем в интерпрайзе. Ребята об этом прям подробно расскажут. Это продукт, который можно собрать и использовать для своих целей. И на это есть большие смыслы. Мы все-таки компания ориентирована на B2B, на большие интерпрайзы. И сегодня наше присутствие – это все-таки large enterprise во многом. Ну и mid enterprise, как мы называем внутри. А мир шире. Очень много компаний поменьше. Очень много компаний, которые представили для себя совсем небольшие офисы. И потребность в хороших технологиях для обеспечения кибербезопасности колоссальная. На наш взгляд, почему мы не можем стать теми, кто сделает этот шаг навстречу глобальному комьюнити. Да, бесплатно. Да, это технологии, это не копии наших продуктов. Но это те наработки, которые можно брать, использовать и получать ценность. Мы со своей стороны что сделаем? Мы не просто выложим. Мы обеспечим поддержку, развитие этого open source проекта и формирование комьюнити. Надеюсь, нас поддержат сообщества, где бы эксперты могли дополнить нашу наработку своими модулями, правилами, детектами. Всем, что нужно, чтобы это могло широко использоваться в широком классе систем. Мы все-таки концентрированы, я повторюсь, на Latch Enterprise и наше развитие экспертизы и технологий продуктов туда. Но во многом то, что мы разрабатываем, может быть использовано при правильном содействии комьюнити, а в маленьких компаниях, в средних компаниях. И это будет бесплатно. Мы поддержим. У нас есть похожий опыт. Мы в свое время, в 2016 году, или, по-моему, в 2015 или 2016, в Телеграме запустили чатик, посвященный нашему продукту. Я помню. Сиему. Ой, да. По Сиему. По Сиему. По Сиему, да. И сегодня этот чатик 2200 с лишним человеком. Это немодерируемый чатик, в котором люди могут задавать вопросы, говорить о проблемах, узнавать, кто как сталкивался с какими задачами интеграционными, пользовательскими, операторскими. И, что интересно, если раньше мы были основными ответчиками на вопросы, то буквально за год, за два там появились, назовем так, активные контрибьюторы, которые стали такими инфлюенсерами внутренними. И это не сотрудники позитива. Они действовали абсолютно по своим мотивам, открыто стараясь помочь, поддержать и выложить свои наработки, которые они сделали за годы, используя наши продукты. Появились репозитории на опенсорс-площадках, где ребята контрибьютили. И это были, опять же, не мы. Вот сейчас, нам кажется, мы можем сделать это еще более системно и более качественно. Мы можем поддержать это во многом через и опенсорс-активности. Ну, у меня личное ощущение, что когда ты вот так вот некоторым образом расстаешься со своей наработкой, в общем, у меня подозрение, что такую штуку можно делать только когда у тебя в загашнике за спиной и еще 800 новых идей, которые еще круче, чем та, которой ты поделился. Ну, да. Дорога дальняя еще впереди. Есть тогда? Я думаю, огромный пласт работ делается прямо сейчас ребятами, которые рынок увидят и почувствуют через год, годы. Потому что технологическая стратегия наша предполагает очень глубокие инвестиции в отдельные технологии, результаты которых мы, если все будет хорошо. Это сейчас связано с такими полунаучными изысканиями, рынок увидят через 3-5 лет. То есть, сможет качественно почувствовать пользу от этих технологий. Ну что ж, я лично для себя сделала вывод, Алексей меня сейчас поправит, что технологическая компания не может быть технологической, если в ее стратегии нет истории про постоянное изучение нового, желательно на 3-5 лет вперед, чтобы сегодня был задел лет на 5. Она недостаточно крутая и технологична, если не готова делиться своими наработками. Правильно? Я правильно тебя услышала? Скажем так, да. То есть, это такой признак зрелости, что ли, какой-то, когда ты готов делиться своим опытом. Даже хочется. И хочется. Стали взрослыми. Я надеюсь, что таких историй на рынке станет больше. Алексей, спасибо тебе огромное. Мне лично было очень интересно. Друзья, с нами был Алексей Андреев, управляющий директор компании Positive Technologies и один из моих любимых собеседников на тему чего-то, что еще не произошло и живет в разделе High Tech. Спасибо большое, Алексей. Спасибо тебе. Спасибо.